Как правильно написать задание 9.3 Это сочинение рассуждения Напоминаю, что само задание 9 звучит следующим образом Используя прочитанные тексты с части 2, выполните на бланке ответов только одно из заданий 9.1, 9.2 или 9.3 Опыт прошлых лет показывает, что задание 9.3 выбирают выпускники наиболее часто Поэтому следует внимательно отнестись к сегодняшнему занятию И запомнить некоторые моменты, которые могут оказаться очень важными для правильного написания сочинения Задание 9.3 представляет собой толкование какого-то слова, понятия Как правило, эти слова связаны с моралью, с жизненными ценностями Например, дружба, добро, милосердие, взаимовыручка, красота, бескорыстие, преданность, надежда, эгоизм, честь, равнодушие и тому подобные слова Что значит дать толкованию слова? Это главное, что вы должны сделать Дать толкование, это значит разъяснить понятие, называемое этим словом Объяснить смысл слова Давать толкование можно разными способами И на уроках русского языка невозможно выучить все слова, которые могут вам встретиться на ОГЭ Хотя я знаю, что некоторые ученики заучивают некоторое определение Вряд ли вы сможете выучить все Поэтому мы сегодня с вами разберем, какими способами можно толковать слово Начнем мы с вами с того, что разберем саму формулировку задания Это задание не то, по которому будем работать дальше Это задание из демо-версии ОГЭ 2020 года Как вы понимаете значение слова «смелость»? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение Напишите в сочинении рассуждения на тему, какого человека можно считать смелым Взяв в качестве тезиса данное вами определение Аргументируя свой тезис, приведите два примера аргумента, подтверждающих ваше рассуждение Один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй из вашего жизненного опыта Объем сочинения должен составлять не менее 70 слов Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст Без каких бы то ни было комментариев, такая работа оценивается нулем Баллов сочинение пишите аккуратно разборчивым почерком Давайте поработаем с заданием Оно достаточно большое, поэтому выделим здесь ключевые слова, на которые мы должны обратить внимание Сочинение рассуждения это вид работы, тезис должен быть обязательно и два примера аргумента Сочинение рассуждения, как вы знаете, имеет определенную структуру, мы говорили об этом и на прошлом занятии Обязательно в сочинении рассуждения есть тезис, мысль которую доказываете, доказательство тезиса и вывод В качестве тезиса в задании 9.3 будет выступать определение слова или словосочетания и его комментарий Ваш комментарий, который вы дадите Первым аргументом будет пример из прочитанного текста Вторым аргументом будет пример из вашего жизненного опыта И вывод подведет итоги вашему рассуждению Соответственно, в вашем сочинении должно быть 4 абзаца Работать мы сегодня будем с вами с текстом Учиться на примерах Известный педагог Каменский сказал, без примера ничему не научишься Поэтому будем работать на примере вот этого текста Федя учился в новой школе Его старый дом пошел на слом А там во дворе осталась его голубятня Что-то замкнулось в Федоре Пусто было в голове На уроках, когда его поднимали, он вставал растерянный, не знающий, что сказать И ребята уже начали похихикивать над ним Тут же придумав кличку Угрум Бурчеев Но Федор, казалось, и этого не слышал Тело его как будто потеряло способность ощущать, а душа чувствовать После уроков он садился в автобус и ехал в старый район В один из таких приездов экскаваторщик, грузивший щебень в самосвал, крикнул Федору Эй, парень, убирай свою голубятню Завтра будем рыть котлован Федор немело смотрел на развалины деревянного дома Вот и все Даже голубей не будет Он стал выпускать прирученных птиц, но не так, как всегда Брал каждого голубя, гладил и бросал кверху Птицы хлопали крыльями, рвались вылететь в стаи, как им было привычно Но он пускал их поодиночке, прощаясь с каждым Птицы носились в прозрачном осеннем небе А Федор медленно и деловито собирал стружку Она просохла за ясные сухие дни Кололась, шуршала в руках, издавая мягкий запах дерева Стало темнеть А в темноте голуби сами возвращаются к голубятне Но в этот раз не должны вернуться Федор поднялся наверх Оглядел старый поселок Его уже не было Несколько бараков кособочились по краям огромной черной площади Там, где жили люди Где была пыльная дорога Только голубятня осталась Мальчик захлопнул крышку голубятни Медленно чиркнул спичкой Поднес свои кучи стружки и спустился с голубятни Пламя рвануло вверх метровым языком Сразу затрещали перегородки и сухие бревна Федор поднял голову Голуби носились, как ни в чем не бывало Он повернулся и побежал Народу на остановке было немного Но он полез без очереди, не видя никого Стоя на задней площадке, прижавшись лбом к стеклу Он старался смотреть на серый, спокойный асфальт Но не удержался Помимо его воли глаза посмотрели в небо Голуби кружились, не подозревая беды И Федор не выдержал Бросился к двери, стал колотить, как сумасшедший Водитель закричал кто-то Остановись Мальчик остановку пропустил Троллейбус послушно притормозил Дверь с шипением распахнулась Федор выпрыгнул, зацепившись ногой за порожек Грохнулся на дорогу и ударился коленом Острая боль пронзила его, и он словно очнулся Голуби! Разве их можно бросать? Разве он имел такое право? Кто-то там сказал, какой-то мудрец Мы отвечаем за тех, кого приручили Он отвечает за голубей Федор подбежал к голубятне, объятой высоким плавенем Повесли плотные сумерки И во мраке возле пляшущих языков огня Метались молчаливыми тенями Обезумевшие голуби Федор молча поднял руки Его фигура Отбрасывала на землю огромную тень Он заметил ее, обернувшись И сила влилась в него Он показался себе большим и сильным Голуби узнали его, затрепетали над головой Садились ему на плечи Он брал их Воркующих, встревоженных И прятал под куртку За пазуху Вот такой, ребята, достаточно большой текст И сейчас мы с вами посмотрим, как с ним надо работать Задание к тексту звучит следующим образом Как вы понимаете значение слова «доброта»? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами определение Напишите в сочинении рассуждения на тему Что такое доброта? Взяв в качестве тезиса данное вами определение Аргументируя свой тезис, приведите два примера аргумента Один из прочитанного текста Второй из вашего жизненного опыта Посмотрите, пожалуйста, на некоторые толкования слов на слайде Я уже вам говорила, что определение – это самое главное Доброта – это отношение к жизни Доброта в наших поступках Доброта – это то, что всем нужно иметь Добрый человек – это хороший человек Как вам кажется, удачное ли это определение – толкование слов? Конечно, нет Ни в одном из этих определений не раскрыта сущность понятия, что такое доброта Представьте себе, когда даете толкование, что ваше определение прочитает человек, который плохо знает русский язык Не знает человек, что такое доброта Из вашего определения он должен понять, что это Из первых двух высказываний он может понять, что это только что-то связанное с человеком. Из вторых двух высказываний, это то, что всем нужно иметь, это хороший человек, человек может сделать вывод, что это что-то, наверное, хорошее. Но сущность понятия здесь не раскрыта. Это неправильное определение, оно не может быть зачтено экспертами при проверке. Также, пока мы говорим об ошибках, хочу обратить ваше внимание на частотную достаточно ошибку. Некоторые девятиклассники, формулируя определение, употребляют вот такую фразу «доброта – это когда?». Запомните это и никогда так не пишите, потому что это приведет к серьезной, грубой грамматической ошибке. Так определения мы с вами не строим, не делаем. А как их делать правильно, вот об этом мы сейчас поговорим. Как создать тезис определения? Существует несколько способов, о которых мы сейчас и поговорим. Во-первых, можно подобрать более общее понятие и назвать его отличительные свойства. Что такое наиболее общее понятие? Доброта – это качество человека. Вот слово «качество» – это и есть общее понятие. И тезис будет звучать так. Доброта – это душевное качество человека, которое проявляется в умении сочувствовать, помогать другим, заботиться о них. Иногда вместо качества вы можете использовать слова «чувство», «нравственная категория», «свойство», в зависимости от того, какой дан вопрос, какое слово вы комментируете. Второй способ создать тезис определения – это определить с помощью сравнения. Для этого сравнить, на что похоже это слово и найти общие черты. Например, доброта – это такая же животворящая сила, как и летнее солнце. Она наполняет теплом душу, как и солнце освещает природу. Ученик нашел общее между добротой и солнцем. Как солнце греет природу, так сердце доброго человека согревает окружающих людей. Так тоже можно давать определение. Перечислить некоторые существенные признаки понятия. Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро к другим. То есть какие-то характеристики доброты. Это тоже способ для создания тезиса определения. Также можно подметить различия в сравнении с другими понятиями, схожими. Например, можно сравнить доброту с жалостью. Чем-то они похожи, но ведь чем-то и различаются. Настоящая доброта, в отличие от обычной жалости, подразумевает желание поучаствовать в судьбе того, кому нужна помощь. Такой способ тоже можно применять на экзамене. Через подбор синонимов можно создать тезис определения. Например, доброта – это гуманность, добродушие, душевность, отзывчивость, сердечность, человеколюбие. Конечно, ребята, это не полные синонимы. Каждое из этих слов имеет свое строго определенное значение. Но согласитесь, что для доброго человека характерны все эти свойства, все эти качества. И гуманность, и добродушие, и душевность, и отзывчивость, сердечность, и человеколюбие – это характеристика доброго человека. Поэтому так тоже можно сформулировать тезис. Также можно использовать через подбор антонимов. Посмотрите, доброта – это отсутствие жестокости, злости, ненависти, зависти. Здесь мы идем наоборот, перечисляем те качества, которых не может быть в добром человеке. Посмотрите, шесть способов я вам посоветовала для того, чтобы сформулировать тезис определения. Давайте их еще раз вспомним. Подобрать более общее понятие, например, качество, свойство, чувство. Дать определение с помощью сравнения доброта, как солнце. Перечислить некоторые существенные признаки этого понятия. Подметить различия в сравнении с другими понятиями. Подобрать синонимы, то есть близкие по значению слова. Или подобрать антонимы, противоположные по значению слова. Помните, что тезис надо прокомментировать. Что значит комментарии? Прокомментировать тезис значит дать, пояснить данное определение. Показать, какова его значимость, этого понятия, свойства, чувства, насколько нужно оно в нашем обществе. Вот если вы ответите на эти вопросы, это и будет хороший, полноценный комментарий. Посмотрите на список вопросов, на которые вы можете для себя ответить, чтобы прокомментировать тезис. Что мне еще известно об этом явлении, свойстве, черте характера? Чем существенным я могу дополнить это определение? Какое ключевое словосочетание в определении мне хотелось бы пояснить? Какое значение ключевых слов мне хотелось бы уточнить? Итак, перед нами тезис наш, который мы сформулировали, например, так. Доброта – это душевное качество человека, которое проявляется в умении сочувствовать, помогать другим. Как мы можем прокомментировать этот тезис? Например, такими словами. Сердце доброго человека полно любви к окружающим людям. Такое качество, как доброта, вне времени, оно всегда будет необходимо. То, о чем я вам говорила. Если вы порассуждаете о том, насколько важно для нас это качество, зачем оно нам надо, как оно на нас влияет, в чем оно проявляется, это и будет ваш комментарий. Перед вами уже готово вступление вашего сочинения, тезис и комментарий. Здесь два-три предложения будет для этого вполне достаточно. Вполне возможно прокомментировать тезис по-другому. Сначала дать комментарий тезиса, а потом уже сформулировать сам тезис. Тогда будет выглядеть это таким образом. Доброта делает нашу жизнь светлее и радостнее. Она способна изменить человека, его отношение к окружающему миру. Сначала идет комментарий, а затем уже мы формулируем тезис. Я считаю, что доброта – это проявление искренних добрых чувств по отношению к кому или чему-либо. Это тоже вполне возможно так сделать. Если вам удобно действовать таким образом, вы можете сначала прокомментировать тезис и в конце дать формулировку тезиса, в конце вступления. Первый абзац у нас, наше вступление уже готово. И мы с вами можем переходить от тезиса к аргументам. Помните, что части сочинения должны быть всегда связаны. В качестве связки можно использовать такие предложения. С этих предложений я вам советую начать второй абзац. Доказать свое мнение могу примером из текста. Чтобы доказать свою точку зрения, обращусь к прочитанному тексту. Какие аргументы можно привести в подтверждение этой мысли? Во-первых. И приводите пример из текста. Например. Таким образом. Доказать свое мнение могу примером из текста Лиханова. Федор очень добрый мальчик. Он вынужден выпустить своих голубей, потому что на месте голубят не будут рыть котлован. Выпустив птиц, мальчик сам поджигает птичий дом и со слезами убегает. Но в троллейбусе Федя словно очнулся. Голуби. Разве их можно бросать? Разве он имел такое право? Кто-то там сказал, какой-то мудрец. Мы отвечаем за тех, кого приручили. И Федор, вернувшись на площадку, спасает своих птиц. Вот она, настоящая доброта. Обратите внимание, что аргумент, как я уже вам говорила, не должен быть простым пересказом. Хотя, конечно, без пересказа вы здесь вряд ли обойдетесь. Кратко надо изложить эпизод или сцену какую-то. И обязательно ее прокомментировать. Наш комментарий находится в конце. Федор, вернувшись на площадку, спасает своих птиц. Вот она, настоящая доброта. Такой мини-вывод к вашим рассуждениям. Обратите внимание, ребята, что здесь я использовала цитату. Цитата эта достаточно большая. Вот она началась со слова голуби, закончилась словом приручили. Даже в печатном виде она занимает 4 строчки. В рукописном виде это будет еще больше. Мы с вами помним, что мы должны избегать чрезмерного цитирования. Поэтому эту большую цитату мы можем сократить. Посмотрите, каким образом. Все остается так же в нашем аргументе. Но вместо цитаты мы используем такие предложения. Но в троллейбусе Федя понял, что поступил неправильно. В предложениях с 39 по 42 автор показывает переживания мальчика из-за случившегося. Таким образом, мы с вами избежали чрезмерного цитирования, но показали знание текста и привели правильный аргумент. Как еще можно использовать номера предложений? Во-первых, так же, как мы уже сделали. В предложениях с 39 по 42 этот прием вы уже видели. Далее. В предложении 47 Лиханов пишет о том, что Федор, совершив добрый поступок, показался себе большим и сильным. Вот во втором случае мы с вами назвали номер предложения и взяли для примера небольшой фрагмент этого предложения, введя его в кавычках в текст. Так тоже делать можно. Или номера предложений можно указывать в круглых скобках. Мальчик почувствовал свою ответственность за голубей и в круглых скобочках указали, в каком это было предложении. Предложений 43. Вот всеми этими способами можно вводить номера предложений в свое сочинение. Далее нам следует перейти ко второму аргументу. Второй аргумент, вы помните, это пример из жизни. В качестве связки можно использовать такие слова. Кроме того, хотелось бы привести пример из жизни. Приводя пример из жизни, хочу обратиться к чему-то. Обращаясь к своему жизненному опыту, хочу подтвердить мысль, высказанную ранее. Очень часто выпускники думают, что пример из жизни привести очень легко. Но любой эксперт, проверяющий сочинение, скажет вам, что именно здесь мы встречаемся с наибольшим количеством ошибок. Потому что очень редко кто из выпускников приводит хороший, полноценный, полновесный аргумент из жизни. Мы сейчас с вами разберем, на что нужно обратить внимание, чтобы наш аргумент был действительно достойный. Что такое пример из жизненного опыта? Это, в первую очередь, пример из вашего читательского опыта. Вы прочитали книгу, поэтому это ваш жизненный опыт. Исторические факты, которые подходят к этому. Общественно значимые вопросы, обсуждаемые в обществе, в том числе в средствах массовой информации. Высказывания известных философов, литераторов, художников и так далее. Биография какого-то известного человека, обязательно нужно назвать имя этого человека. Культурная и национальная традиция, народная мудрость. И результаты личных наблюдений, какие-то частные случаи. Пример из жизненного опыта, как я уже вам сказала, хорошо всегда смотрится, если это пример из литературы, из прочитанного вам произведения. Я уверена, что вы хотя бы несколько произведений, в которых есть проявление доброты, знаете. Перед вами названия некоторых из них. Например, Шолохов «Судьба человека», Короленко «Дети подземелья», Толстой «Кавказский пленник», Распутин «Уроки французского», Куприн «Чудесный доктор», Платонов «Юшка», Андреев «Кусака». Я думаю, что и вы знаете наверняка несколько произведений и можете их привести в своем сочинении. Пример из жизненного опыта. Также это может быть пример из истории, который тоже покажет вашу эрудированность. Вот именно эта часть сочинения проверяет не только ваше умение анализировать исходный текст, но и ваше умение обобщать жизненные факты, с которыми вы, конечно, уже столкнулись. А сочинение это подразумевает, что к своему возрасту выпускник уже умеет делать выводы из того, что он видел, из того, что он читал. Александр Невский из своей казны выкупал русичей из плена. Вот вам хороший исторический факт. Дмитрий Донской помогал строиться погорельцам, раздавал нищим милостыню. Тоже достаточно достойный пример. Смолинский князь Роман Ростиславович пожертвовал бедным все свое имущество, не оставив себе средств даже на погребение. Тоже хороший исторический пример. Также мы говорили с вами о средствах массовой информации. Если вы иногда просматриваете новости, читаете какую-то информацию об этом, вы можете знать, что с 2006 года в России работает благотворительный фонд «Подари жизнь», соучредителями которого являются Дина Корзун и Чулпан Хаматова. Фонд помогает детям с онкологическими заболеваниями. Каждый человек может перевести деньги на счет фонда, чтобы спасти чью-то жизнь и тем самым совершить добрый поступок. Здесь я вам сейчас дам, ребята, небольшой совет. Конечно, задание от нас требуется привести пример из прочитанного текста, но когда эксперт проверяет ваше сочинение, он знает, что три балла, это самый высший балл, который можно поставить за аргументы, можно получить и в том случае, если второй аргумент тоже приведен из прочитанного текста. Поэтому, если вы затрудняетесь с примером из жизненного опыта, можете привести два примера из прочитанного текста. Это будет оценено также высоко. Завершить свое сочинение вы должны выводом. Вывод – это самая маленькая часть текста, но, тем не менее, тоже очень важная. Вывод должен подвести итог всему тому, о чем вы написали. Речевые сигналы помогают сделать вывод таким образом и так, следовательно, подводя итог сказанному, хочу сказать, обобщая сказанное, отмечу что, хочется верить что, думаю что. И опять я хочу обратить ваше внимание на, вот посмотрите, примеры выводов, которые можно сделать. Таким образом, доброта – это самое лучшее качество в человеке, это стремление делать добро, отзывчивость, проявление любви. Это хороший вывод. Или так. Мне кажется, доброта делает жизнь вокруг нас ярче, надо стараться совершать добрые поступки. Это хороший, удачный пример выводов. Вот посмотрите на неудачные выводы. Таким образом, через путь несложных рассуждений я сумел все объяснить. Или. Итак, я растолковал значение этого слова. Или. На примерах я рассказал, что такое доброта. Или. В заключении хотел бы сказать, что свою тезис считаю доказанным. Что во всех этих выводах общее, кроме того, что они неудачные? Здесь не подводится итог размышлением о том, что такое доброта. Не подводите в сочинении итог к своей работе. Это сделают эксперты за вас. А вы должны в выводе подвести итог тому, какого человека можно назвать добрым. Что такое доброта? Действительно ли это то, что вы заявили в тезисе? Поэтому это неудачные выводы. И помните, что эксперты, проверяющие вашу работу, это люди уже с колоссальным жизненным опытом. Поэтому не надо давать им советов наподобие последнего предложения. Запомните, доброта проявляется не в словах, а в поступках. Вы же обращаетесь к кому? К экспертам. Гораздо лучше будет, если вы напишите так. Давайте все будем добрыми. Это будет действительно достойное высказывание. Так мы не формулируем вывод. И, ребята, я прошу вас дома по этому тексту, который мы сегодня разобрали, написать сочинение. Мы почти все с вами сегодня разобрали. Вам осталось только соединить их вместе и дать своему учителю на проверку. Я желаю вам удачи в написании этого сочинения и в написании сочинения на основном государственном экзамене. А я прощаюсь с вами. До свидания. Добрый день, уважаемые 11-классники. Сегодня мы с вами поговорим о формулировке проблемы к исходному тексту и комментарии к ним. Начнем с того, что критерии К1, К4 – это смысловой компонент сочинения части 2, 27-го задания Единого государственного экзамена по русскому языку. Критерий 1, К1 – это формулировка проблемы исходного текста. Критерий 2 – это комментарии к проблеме исходного текста. Критерий 3 – позиция автора. Критерий 4 – обоснование экзаменуемого. Что касается проблематики текста. Необходимо запомнить, что все тексты, которые предлагаются на экзамене, они связаны с человеком, с тем, что его окружает, с его сферами жизни. Условно эти проблемы можно поделить на две группы. Внутренние – смысл жизни, призвание, совесть, мораль и так далее. То есть те, которые связаны именно с внутренними качествами человека, с его характером, с тем, что его беспокоит, с его внутренним миром. И группа внешних проблем – соприкосновение человека с миром, его отношение ко всему, что окружает. Необходимо помнить, что формулировать проблему можно как угодно. Например, в виде вопроса, в виде цитирования, ссылка на предложение исходного текста или же при помощи существительного в родительном падеже. Рассмотрим с вами несколько вариантов. Проблема – сформулированная в виде вопроса. Основная проблема, поставленная Сергеем Михалковым, связана с влиянием классической художественной литературы на внутренний мир ребенка. Почему именно в детстве важно прочесть лучшие книги мировой классики? Может ли счастливо сложиться судьба человека, если он не прочтет в детстве книг, вошедших в сокровищницу мировой литературы? Какова роль книги в процессе становления человека как личности? Обратите внимание, что проблему можно формулировать несколькими вопросами. Более того, в одном тексте, как правило, несколько проблем. Вы можете сформулировать их все, можете прописать их все, но ваша задача далее в сочинении – сузить этот большой круг проблем только до одной, над которой вы, собственно, и будете работать. К чему должен стремиться писатель, создавая свои произведения? Именно над этой сложной эстетической проблемой размышляет известный русский писатель Паустовский. В тексте автор рассуждает, могут ли разные люди воспринимать то или иное произведение искусства одинаково. Задавая этот вопрос, он поднимает проблему понимания искусства человеком. Обратите внимание, когда вы формулируете проблему в виде вопроса, вам совершенно не обязательно придумывать дополнительное вступление к сочинению. Это значительно облегчает работу над сочинением. Как любовь влияет на человека? Какими свойствами она обладает? Размышляя над данными проблемами, Надежда Ивановна Батыгина рассказывает про Прокопия Ивановича и его жену. На какие поступки способен человек во время войны? Над этим вопросом размышляет советский писатель Вениамин Каверин. Книга – неотъемлемая часть нашей жизни. А какую именно роль она играет? Что она способна дать человеку? Именно над этим размышляет в тексте советский и российский поэт Евтушенко. Таким образом, мы с вами видим, что сформулировать проблему в виде вопроса проще и удобнее всего. Когда мы формулируем проблему в виде цитаты из исходного текста, самое главное – избегать фактических ошибок. Поэтому будьте очень внимательны, когда переписываете предложение в сочинении. Он ушел, что было равносильно убийству, а может быть даже и хуже. Именно о предательстве в сложной ситуации рассуждает автор в тексте. Это цитата из кима прошлого года ЕГЭ, фрагмента произведения Каверина «Два капитана». Старый врач знал о великом целительном свойстве любви. Как цветок наливается соком от солнца, так больной человек оживает от любви. Это и есть проблема, поднятая Батыгиной в тексте. Текст Надежды Батыгиной о Прокопе Ивановиче и Просковье Алексеевне. Проблемы также можно формулировать, ссылаясь на номера предложений в исходном тексте. Обратите внимание на данный пример. Это фрагмент, взятый из текста Юрия Казакова. И каким образом можно начать сочинение. Проблема, поднятая Юрием Павловичем Казаковым, заключена в предложениях 59-60. Взаимосвязь природы и искусства – вот вопрос, который беспокоит автора. Еще один пример. Может быть, в борьбе своей за веру, свое, рано ли, поздно ли, вода разделилась. Одна вода говорила, что вот этот путь раньше приведет к цели. Другая, в другой стороне, увидела короткий путь. И так они разошлись. И обижали большой круг, и заключили большой остров между собой. И опять вместе радостно сошлись и поняли – нет разных дорог для воды. Все в пути рано ли, поздно ли непременно приведут ее в океан. Фрагмент взят из текста Пришвина. И каким образом начинается сочинение? Проблема, которая поднимается в тексте Пришвина, в предложении 39. Думаю, что жизненные трудности часто встречаются на пути человека. А для того, чтобы достичь цели, нужно приложить усилия и не отчаиваться, если что-то вдруг пойдет не так. Обратите внимание, когда вы формулируете проблему, ссылаясь на предложение, совершенно не обязательно переписывать эти предложения в сочинение. Достаточно только указать номера предложений или их диапазон и объяснить, о чем идет речь, и прокомментировать их. Этого будет вполне достаточно. Если существует сложность для того, чтобы сформулировать проблему, есть несколько речевых клише, которые могут в этом помочь. В предложенном для анализе текста автора поднимают проблему. В данном тексте автора волнует проблема. Данный текст посвящен теме, проблеме. И обратите внимание, в сочинении допустимо использовать синонимы к слову «проблема», например, «тема» или «вопрос». Это даже рекомендуется делать для того, чтобы избежать нежелательных повторов слов. В предложенном для анализе текста автор останавливается на следующих проблемах. Проблема, которую рассматривает автор, заключается в том, что текст заставил меня задуматься над проблемой, волнующую всех нас проблему, автор поднимает в тексте и так далее. Существуют типичные ошибки, которые допускаются при формулировке темы. Первое из них – это непонимание проблемы. Непонимание проблемы чаще всего возникает из-за неправильной интерпретации текста. Для того, чтобы понять, о чем текст, необходимо разобрать, какая же у него идея. Необходимо понять, какая у него тема, и после этого уже рассуждать о том, какой же проблемный вопрос поднимает автор. Второй вид ошибки – это неумение сформулировать тему. Если с этим возникают сложности, можно пользоваться речевыми клише. Еще один вид ошибки – это неоправданное расширение или сужение темы. Это очень важный момент. Обратите внимание, проблема искусства, проблема книг, проблема войны, проблема голода – все эти проблемы, они не существуют. Для того, чтобы правильно сформулировать проблемы, необходимо помнить о том, что проблема в исходном тексте, она всегда о человеке и о его отношении к тому или иному аспекту жизни. Поэтому, формулируя проблему искусства или проблему книг, вы должны дальше сузить этот круг до той проблемы, над которой вы действительно будете работать. Очень часто вместо проблемы формулируется авторская позиция. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо помнить, что проблема – это вопрос, который автор поднимает в тексте, а позиция автора – это ответ, который автор дает на свой же вопрос. Ну и подмена формулировки проблемы пересказом текста тоже часто встречается в сочинениях. Необходимо помнить о том, что пересказ не является обязательным элементом ни для одной части сочинения, поэтому им не стоит увлекаться, особенно при комментарии, но об этом немножко позже. Переходим к критерию 2 – комментарий к сформулированной проблеме. Он состоит из пяти элементов. Максимальное количество баллов, которое можно получить за этот критерий – пять. Если какого-то из этих элементов не будет, баллы, естественно, снизятся. Что же это за элементы? Пример из текста номер один, пример из текста номер два, пояснение к примеру номер один, пояснение к примеру номер два и смысловая связь между аргументами. Рассмотрим каждый из этих элементов отдельно. Первая – опора на текст. Для того, чтобы сделать правильную опору на текст, необходимо обратиться к двум разным частям текста. Значит, это будет два комментария. Опора на текст может выглядеть и в виде цитат, в виде номеров предложений, в виде косвенной речи. Помним здесь, что увлекаться пересказом не нужно. Лучше его вообще отбросить. И комментарий в виде опоры на текст обязательно должен быть к той проблеме, которая была у вас сформулирована в сочинении. Обратите внимание на следующий пример. Человек живет в обществе, которое, несомненно, оказывает влияние на чувства, мысли, сознание. Как жить в таком обществе, чтобы оно не подавляло и не тяготило тебя? Ответ на этот вопрос нам дают татаринцы в своем тексте. Если это вся опора на текст в комментарии, то, к сожалению, по критерию К2 наберется очень мало баллов, потому что для того, чтобы комментарий был полновесным, необходимо хоть в какой-то форме обратиться именно к тексту. Если вы выбираете форму цитирования, тогда следует помнить, что лучше цитировать небольшие фрагменты текста или предложения целиком, а лишь частями, только то, что вам необходимо. Если вы выбираете опоры на текст в виде номеров предложений, то помните о том, что цифры не входят в подсчет слов, а поэтому, когда вы будете писать свое сочинение, убедитесь в том, что слов вам для правильной оценки хватает. Примеры комментариев – опоры на текст. Автор пытается понять, могут ли разные люди воспринимать то или иное произведение искусства одинаково. Для этого он обращается к поэзии Пушкина. Стихотворения великого поэта привлекают своей красотой и музыкальностью. Но не каждый читатель стремится познать мудрость, которую туда заложили. Предложение 14-15. Гершензон говорит о том, что каждый понимает искусство в силу своих способностей. Некоторые люди могут увидеть истину, а кто-то довольствуется яркой оболочкой произведения. Предложение 11-13. Оба эти примера, дополняя друг друга, раскрывают нам понимание искусства человеком. Пример опоры на текст в виде ссылок на предложения. Что же такое пояснение? Следующий элемент – комментария к сформулированной проблеме. Пояснение – это рефлексия, оценочное суждение, вывод. При этом это может быть вывод или оценочное суждение как самого автора, так и ваше собственное. Пояснение может быть до опоры на текст, но можно его прописать и после. И обязательно нужно помнить, что пояснение может быть одно обширное для двух опор на текст сразу, но только в одном единственном случае. Если эти две опоры на текст основаны у вас на сопоставлении, то есть рассматривают проблему с одной стороны, тогда вы можете сделать одно пояснение, но к двум опорам на текст, так, чтобы избежать повторов. Примеры пояснения. Обладает ли любовь человека целительными свойствами? Именно этим вопросом задается Надежда Ивановна Батыгина. Отвечая на поставленный вопрос, автор рассказывает нам историю любви Прокопьи Ивановича и Просковьи Андреевны. Просковья Андреевна с заботой и лаской относится к своему мужу. Она не теряет веры в то, что он вылечится, несмотря на тяжелое состояние здоровья. Именно безграничная любовь жены помогает Прокопьи выздороветь. Этот пример показывает, насколько сильна любовь близкого человека, что именно она может помочь в самой тяжелой ситуации. Последним предложением в этом фрагменте вы видите написанное пояснение, микровывод человека, который написал сочинение. Еще один пример. С самого начала Ромашов вызывает у читателей неприязнь. Он ныл о том, что умирает от голода, и убеждал рассказчиков в том, что их бросили, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать. Автор не случайно обращает наше внимание на эти детали, ведь с помощью них мы можем понять. Ромашову страшно от происходящего, но он не может держать себя в руках и надеяться на то, что все закончится благополучно. В этом случае у нас пояснение – это микровывод как автора, так и самого выпускника. Что же такое смысловая связь? Элемент, который остается сложным для многих. Смысловая связь может выражаться несколькими способами. Детализация. Можно ли привести какие-то детали или подробности. Указание на следствие. Из чего следствует, из чего следует и что с этим связано. Подтверждение. Как тот или иной факт подтверждается автором. Объяснение. Почему, чем можно что-то объяснить. Определение. Что обозначает это слово или понятие. Аналогия. На что это похоже. Выделение. Что здесь главное. И сопоставление и противопоставление. Выбирая из этих всех вариантов, наиболее популярными являются объяснение, детализация и сопоставление и противопоставление. Рассмотрим на примерах. Раскрывая проблему, автор описывает случаи школьной жизни. Обычный урок по биологии привел к спору между двумя одноклассниками. Оппоненты яро отстаивали свои диаметрально противоположные точки зрения на проблему конфликта между личными и общественными интересами. В этом противопоставлении живого ума к нижному умствованию на фоне тайного желания покрасоваться перед миловидной учительницей не смогла родиться истина. Почему? Ответ на этот вопрос содержится в предложении 52. Герой-рассказчик говорит о том, что истина обязательно существует и она не зависит от того, кто вступает в спор. Главное, чтобы этот спор согласовался с голосом сердец тех, кто спорит. Обратите внимание, здесь смысловая связь содержится всего в одном слове. Зато тот смысл, который несет, гораздо больше. Он объединяет следствие между первым и вторым комментарием. Автор показывает, как много лет люди в городе и округе относились к Селивану. Все считали его колдуном, разбойником, злодеем и пугалом. Все знали, что он вор, всем он представлялся страшным, все его не любили. Но далее Лесков пишет о том, что Селиван стал людям хорош и приятен. Для всех сделался человеком любимым и почитаемым. На его опороченный дворишко стали люди заезжать. Пошел доход. Именно такое явное противопоставление позволяет понять, как изменилась жизнь героя и какую роль сыграла семья рассказчика в его жизни. Обратите внимание, что здесь пояснение у нас содержит противопоставление. Два разных взгляда на одну и ту же проблему. Мы с вами увидели, как должна звучать смысловая связь в сочинении. А как она не должна звучать? Если вся смысловая связь состоит только из слов, например, в качестве первого примера, в качестве второго примера, во-первых, во-вторых, в-третьих, или же содержится только в служебных словах «а», «но» также, то, к сожалению, смысловой связи у вас в сочинении нет. Смысловая связь должна быть выражена в целом предложении или же в смысловом отрезке. Подытожим основной. Проблема всегда связана с человеком и его отношением к чему-либо. Поэтому всегда, когда формулируете проблему, не формулируйте ее, что это проблема книг или проблема войны. Берите во внимание, что в центре любого текста, который дается в киме, стоит человек. Проблемы можно формулировать разными способами. Это может быть цитирование, это может быть ссылка на предложение, это может быть вопрос или же существительное в родительном ПДЖ. Комментарий состоит из пяти элементов. Два, две опоры на текст, два пояснения к ним и смысловая связь между ними. Нельзя подменять комментарий пересказом. Пересказ вообще лучше исключить из своего сочинения. Следует избегать фактических ошибок при работе с комментарием. Обратите внимание на то, что по фактическим ошибкам, по их количеству, снимаются баллы чуть ли не в каждом критерии. И еще. За первые четыре критерия, так называемый смысловой компонент сочинения, вы можете набрать 8 первичных баллов. Это достаточно много. Поэтому, когда приступаете к выполнению сочинения, будьте очень внимательны. Желаю вам удачи. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин